Ребята, сегодня вы увидите очень грустный ролик. Наверное, многие из вас будут даже плакать. Поэтому я сразу предупреждаю, кто не хочет расстраиваться, лучше вообще не смотрите этот ролик. Васенька, ты с самого утра какая-то грустная. Ты даже не завтракала сегодня и не обедала. Ой, Чика, что-то мне не хочется. Но так же нельзя. Если ты не будешь есть, то у тебя совсем никаких сил не будет. А у меня и так нет никаких сил. Васенька, смотри, а я тебе мячик принес. Твой любимый. Помнишь, как мы с тобой с ним играли? Бегали. А может быть, поиграем? Нет, Чика, я не могу. У тебя что-нибудь болит? Ой, Чика, отстань. Иди, сам поиграй, поешь, погуляй. А меня оставь в покое. Ладно, если ты так хочешь, я пойду. А может быть, мячик я тебе все-таки оставлю для поднятия настроения? Нет, Чика, нет. Не нужен мне сейчас никакой мячик. Уходи и мячик забирай. Чика, что это ты какой-то пришибленный ходишь? Я не пришибленный. Я печальный. Скажите, пожалуйста, печальный. Что за печаль у тебя такая? Васенька болеет. Чика, да не болеет она. Василиса просто беременная. А для беременной кошки это нормально. Ты так думаешь? Да я уверена. Что вы здесь делаете? Где Василиса? И в чем это ты, Никиса, уверена? Я уверена, что Васька не болеет. А я в этом не уверен. Она очень плохо себя чувствует. Ой, плохо себя чувствует. Марфа, да ты хоть не паникуй. Вспомни, когда мы с тобой были беременными, тоже всякое бывало. Это нормально. Нет, Никиса, мне как-то неспокойно. Пойду к ней, сама посмотрю, как она там. А вы не знаете, где она? Она лежит в комнате под креслом. Василиса, где же она? Чика сказал, что она под креслом лежит, а ее здесь нет. Васенька, отзовись. Слышишь, Никиса, это Марфа зовет Василису. Наверное, найти ее не может. Вы мне уже все надоели с этой беременной Василисой. Если хочешь, пойди помоги Марфе найти эту капризную кошечку. А меня оставьте в покое. Я отдохнуть хочу. Чика, тут нет Василисы. Ушла куда-нибудь, а мячик не взяла. Какой еще мячик? Вот этот. Я хотел с ней поиграть, мячик принес ее любимый. А Васька не захотела со мной поиграть. Если Василиса не захотела играть со своим любимым мячиком, значит, она не капризничает, а ей действительно плохо. Ее нужно найти. Конечно, обязательно нужно найти. Вдруг ей нужна помощь? Вот именно. Марфа, а вдруг она рожает? Нет, она должна родить только недели через две. А вдруг у нее преждевременные роды? Ой, Чика, скажешь тоже. Нет, ну а вдруг? Тогда ее нужно срочно показать врачу. Ох, а Василиса так боится врачей. Марфа, нужно не вздыхать, а срочно искать Васеньку. Я найду ее. Надеюсь, меня здесь никто не найдет. Ой, как же животик болит. А если я скажу об этом маме, она сразу потащит меня к врачу. Будут делать уколы. Нет уж, лучше я здесь тихонечко полежу, и все само пройдет. Чика, ну что, нашел Василису? Нет, не нашел. Ее нигде нет, как сквозь землю провалилась. А ты тоже ее не нашла? Тоже не нашла. Но у меня есть новость. Какая новость? Очень и очень печальная. Марфа, что еще случилось? Ах, Чика, случилась беда. Марфа, да говори же быстрее. Что произошло? У меня две новости. Одна хорошая, а другая очень плохая. Какую сначала рассказать? Расскажи сначала хорошую. Мне сейчас позвонила Шанелька и сказала, что котеночек-сердечко вернулось к ним. Да ты что, сердечко вернулось. Она так же, как и я, убежала от своих хозяев и вернулась домой? Да. Но ты говоришь, что у тебя есть еще и плохая новость. Да, Чика, есть еще и очень плохая новость. Марфа, что случилось? Дымка погибла. Что? Дымка погибла? Как? Она утонула, спасая свою доченьку, своего котенка-сердечко. Я не могу в это поверить. Маша сняла об этом ролик и он вышел на нашем канале. Мы все вместе его обязательно посмотрим. Ребята, а вы, кто не видел ролик про гибель дымки, тоже посмотрите его. Ссылка в описании. Марфа, только сейчас не нужно говорить Васе о гибели дымки. Ты прав, Чика. Беременным кошечкам нельзя расстраиваться. Скажем, когда она родит котят. Да, Марфа, а сейчас я все-таки пойду искать Василису. Ой-ой-ой, что же мне делать? Как больно. Может быть, все-таки сказать маме? Ну чем она сможет мне помочь? Ничем. Нужно терпеть. Ой-ой-ой, больно. Васенька, Вася. Ой, Чика меня зовет. Нужно залезть повыше, спрятаться. Вот Никиса думает, что это капризы. А я не верю, что это капризы. Мне кажется, что Вася рожает. Никиска, все-таки Чика хороший кот и любит Василису. Мне тоже кажется, что Чика до сих пор любит Ваську. И переживает о ней. Видишь, не успокоился, а пошел ее искать. Эх, Марфа, зря ты отдала Васю замуж за этого дурацкого Макса. Видишь, ничего хорошего из этого не получилось. Никиса, хватит об этом говорить. Я сама теперь жалею, что не отдала Васю замуж за Чика. Он хороший кот. Ребята, а вы если не видели ролик про то, как Марфа отдала Василису замуж, то обязательно посмотрите этот ролик. Ссылка в описании. И запомните, без любви нельзя выходить замуж. Куда же эта Вася могла подеваться? Нигде ее нет. О, нужно в прачечной посмотреть. Вася, Васенька, ты здесь отзовись. Ой, хоть бы наверх не посмотрел. Хоть бы не нашел меня. Вася, ты где? Да уходи же ты отсюда. Может быть, ты сюда забралась? Нет. И здесь, Васеньки, нет. Нужно посмотреть повыше. Эх, Вася, Вася, куда же ты спряталась? Я же помочь тебе хочу. И здесь нет. Ой, только сюда не запрыгивай. Только не сюда. Вот куда она могла спрятаться? И здесь ее нет. Я уже все обыскал. Чика, Чика, Чика. Никиска меня зовет. Может быть, она нашла Васю? Вася? Это Вася чихнула? Нет. Показалось. Чика. Иду я, иду. Ой, ушел. Пронесла. Я чуть не спалилась. Как же вовремя его Никиска позвала. Ой, а животик все сильнее болит. Никиска, ты зачем меня звала? Васю нашла? Нет. Никого я не нашла. И никого я не искала. А зачем меня звала? Чтобы ты перестал искать Васю. А то Марфа нервничает. И правильно делает, что нервничает. Вася неспроста пропала. Хватит, Чика. Нужно всем успокоиться и не сходить с ума. Ничего с Васькой не случится. Она где-нибудь спит себе спокойненько. Вот и все. Я еще в прачечной. Не везде поискал. Никиса, я, кажется, знаю, куда она спряталась. Ой-ой-ой. Кажется, Чика возвращается. Нужно срочно перепрятаться. И куда же она, по-твоему, спряталась? Пойдем в прачечную. Покажу. Нужно скорее убегать. Я не хочу к врачу. Ой, как же мне больно. Что-то Ваське здесь не видно. Никиса, я уверен, что она здесь. Где здесь? В стиральной машине? Ну да, она точно здесь. Сейчас посмотрим. Никиса, говори, Васька там? Дурак ты, Чика. Ну кто будет прятаться в стиральной машине? Ничего и не дурак. Ты же вот спряталась. Вот и сиди теперь там. Чика, я знаю, где Васька. Где? Тут больше негде спрятаться. Она наверху. На полках? Нет. Я думаю, что она наверху буфета затаилась. Ух ты. А я бы и не догадался там посмотреть. Вот и зря. Почему зря? Вася там? Наверху? Нет. Ее здесь нет. Но она только что здесь была. Я чувствую ее запах. Эх, а я и не догадался там посмотреть. Вот и хорошо, что не догадался. Ой, а может быть, я правда рожаю? Как больно. И как холодно. Ой, мамочка, рожаю. Я точно рожаю. Никиса, ты слышала? Это Вася кричит. По-моему, она плачет. Ничего я не слышала. Это у тебя уже глюки. Никиса права. Нужно успокоиться. Василиса первый раз беременная. И поэтому очень нервничает. Все будет хорошо. Через две недели она наконец-то родит. И все будет хорошо. Мама, мама. Иди скорее сюда. Помоги мне. Я рожаю. Мне больно. Да, Никиса. Это точно глюки. Мне вот сейчас показалось, что Василиса зовет Марфу. Так и слышу, как она кричит. Мама, мама. Помоги мне. Я рожаю. Да ну вас всех. Я пошла спать. И прошу меня не беспокоить вашими глупостями. Ай, ай, ай. Кто-нибудь. Помогите. Бедная моя Василисушка. Она плакала и звала нас на помощь. Но никто из нас ее не услышал. Никто ей не помог. Марфа, хватит грустить. Давай думать о хорошем. Это правильно, Никиса. Нужно всегда надеяться на хорошее. Представляешь, как будет весело, когда Вася родит котят. Вот бы было хорошо, если бы Вася родила много котят. А когда они подрастут, мы будем с ними играть. Мамочка. О, Вася. А мы тебя везде искали. Вася, ну, наконец-то ты нашлась. А то Чика и Марфа чуть с ума не сошли от беспокойства. А вот и ты жива и здорова. Вася, как-то ты плохо выглядишь. Что с тобой случилось? Мама, я только что родила двух котят. Что? Котят родила? Вася, что ты говоришь? Ты должна родить котят только через две недели. У меня были преждевременные роды. Преждевременные роды? А где котята? Что с ними? Мамочка, кошки, котята родились мертвыми. Да как же так? Как это, мертвыми? У меня везде сильно болел животик. А потом начались роды, и котята родились уже мертвыми. А почему ты нас на помощь не позвала? Я знала. Но вы не услышали. Мамочка, мои котята умерли. Они мертвые, совсем-совсем мертвые. Бедная моя девочка, мне тебя очень жалко. Вот видишь, Никиска, это были не глупые. Я слышал, как Вася звала на помощь. Теперь уже поздно. Ничем не поможешь. Вася, а где эти котята? Я родила их под кроватью. Там они и лежат. Пойдемте, я покажу их вам. Нет, нет, Вася, Марфа, вам не нужно туда ходить. Мы с Никисой сами их похороним. Без вас. Вот такая у нас произошла трагедия. Мы все очень ждали, когда же Вася родит котяток. Мы мечтали, что будем с ними играть, бегать. Я хотел научить их ловить мышей. Конечно, малышей жалко. Но хорошо, что Вася осталась жива. Она еще плохо себя чувствует и все время плачет по своим детишкам. Но я уверен, что Василиса скоро поправится и снова будет сниматься в наших роликах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова